Добрый день! Я Иван Катышев, руководитель юридической практики Интеркомп. Сегодня я расскажу вам о том, как выглядит процедура сокращения численности или штата работников, ее нюанс. А в следующих видео я расскажу о судебной практике по данному вопросу. Очевидно, что в сегодняшних экономических условиях и сокращении спроса все вынуждены экономить. Нравится нам это или нет? Одним из наиболее популярных способов экономии является сокращение фонда оплаты труда путем сокращения численности или штата работников. Скажу сразу, что этот способ является одной из крайних мер. Как правило, его проводят тогда, когда работник уже отказался от предложения по соглашению сторон, и за ним нет бесспорных нарушений, за которые его можно привлечь дисциплинарной ответственности. Общепризнанной особенностью процедура сокращения, если быть точным, то сокращение штата и сокращение численности работников является необходимость неукоснительного и точного соблюдения всех процессуальных этапов. Итак, процедура сокращения в общем виде изложена в статье 180 Трудового Кодекса. В ней сказано, что в предстоящем увольнении в связи с сокращением работники предупреждаются работодателям персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Перед уведомлением, хотя это прямо и не сказано в Трудовом Кодексе, компания обязана издать приказ о проведении мероприятий по сокращению и ознакомить с ним всех лиц, которых он касается. Приказ создается, как правило, генеральным директором и в нем указывается следующее. С какой даты и какие должности подлежат сокращению? Поручение уведомить службу занятости в срок не менее чем за два месяца до сокращения. Поручение уведомить работников, подлежащих увольнению, не позднее чем за два месяца до увольнения. Далее, в том же приказе вы обязаны предложить другую работу, соответствующую квалификации работника. Правда, при наличии вакансий. Также в нем отдается поручение подготовить приказы об увольнении в последний день работы сотрудников. В случае, если сокращаются не все работники на должности, то есть происходит сокращение численности, в приказе также указывается на необходимость создать комиссию для рассмотрения вопроса о преимущественном праве. По сути, данный приказ – это распоряжение руководителя о начале процедуры. Если происходит сокращение численности, то необходимо издать приказ о создании комиссии для решения вопроса о преимущественном праве. и ознакомить с ним членов комиссии. Далее составляется протокол заседания комиссии, в котором указывается, есть ли препятствия для увольнения одного из работников, кто из них более производительен и имеет лучшую квалификацию, как проводилась оценка производительности, и кто остается работать, а кто подлежит сокращению. Протокол подписывает председатель комиссии и секретарь. Не забывайте, что если производительность и квалификация равны, то по статье 179 предпочтение отдается следующим группам лиц – семейным, при наличии двух или более ежедневенцев, лицам, в семье которых нет других работников, самостоятельным заработком и прочим категориям лиц, указанным в законе. Если вы не уверены, что сможете доказать в суде уровень производительности, то стоит заранее посмотреть, есть ли такие основания у работника, которые вы собираетесь сокращать, и отразить это в протоколе комиссии. Далее, решив, кого надо сократить, необходимо подготовить уведомление, причем для каждого работника отдельно. В нем компания сообщает работнику о предстоящем увольнении. Как правило, указывается точная дата увольнения по сокращению. Здесь же в тексте необходимо предложить вакантные должности, если таковые имеются, и проинформировать о возможности досрочного увольнения по сокращению. Не лишним будет в уведомлении предложить работнику сообщить о наличии оснований, препятствующих его увольнению по инициативе работодателя. Таким относятся наличие беременности, женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет, одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет и прочие категории лиц, указанные в законе. После этого, в последний день работы сокращаемого сотрудника, необходимо издать приказ об увольнении по форме Т8. Если работник отказывается подписывать, то составляйте акт и делайте отметку приказа. Естественно, что в последний день работы вы должны выдать работнику трудовую книжку и провести окончательный расчет. Теперь, что касается денег. Два месяца, в которых сотрудник все еще работает в компании, он получает акват. Плюс в последний день работы вы выдаете ему выходное пособие в размере среднего заработка. Это, что называется, безусловные выплаты. Далее работник может получить еще два средних заработка, но при определенных условиях. Второй заработок выплачивается, если работник не был трудоустроен в течение двух месяцев, после увольнения. Для того, чтобы его получить, работник должен прийти к работодателю по истечении двух месяцев и представить трудовую книжку, в которой будет отсутствовать новая запись. Третий заработок выплачивается, если работник представит решение службы занятости о сохранении за ним среднего заработка за третий месяц. Чтобы получить такое решение, работник должен встать на учет в службе занятости в течение двух недель с момента увольнения и не получить трудоустройство от центра занятости. Хотя в законе указано, что третий заработок выплачивается в исключительных случаях, на практике при соблюдении срока постановки на учет служба занятости всегда выдает такие решения. Таким образом, если вы только собираетесь проводить сокращение, посчитайте возможные расходы заранее. 2 оклада плюс 1 средний заработок всегда обязательно. 2 оклада плюс 3 средних заработка, если нет трудоустройства за 3 месяца и был факт обращения в центр занятости. Итого, грубо говоря, от 3 до 5 окладов. Получается, не дешевле, чем увольнение по соглашению с 3 окладами. И явно не проще и быстрее. Еще раз стоит задуматься о том, а не договориться ли по соглашению сторон. Не правда ли? На этом я прерву свой рассказ о процедуре сокращения в организации. В следующих видео речь пойдет о таких вещах, как фактическое сокращение должности и увольнение беременных. С вами был Иван Крадышев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!